Здравствуйте дорогие друзья, гости, ну и конечно же подписчики моего канала, с вами Нистягин Олег. А сегодня мы рассмотрим Антарктиду, посмотрим что на этот раз я интересного для вас приготовил. Но сначала давайте почитаем немного официальной информации об этом месте. Что это за горы такие интересные? А это массив Винсен, это самые высокие горы Антарктиды и расположены в 1200 километрах от Южного полюса. Длина массива 21 километра, а ширина 13 километров. О существовании горного массива стало известно только в 1957 году. И именно в этом году он был обнаружен американскими самолетами. Так вот, вот в этом горном массиве я обнаружил несколько пирамид. Но давайте я вам покажу, решать будете сами. Сначала мы посмотрим фотографии этой пирамиды. Вот посмотрите как она выглядит. Не правда ли похоже на пирамиду, которая находится в Египте, пирамида Хеопса. Я думаю, таких вот горных образований идеальной формы в природе не должно существовать. Я думаю, это что-то рукотворное. Давайте еще несколько фотографий этого места посмотрим. Все-таки не каждый раз можно увидеть качественные фотографии в Антарктиде. Да, и горы здесь очень странно выглядят. Не правда ли, дорогие друзья? Я сколько бы здесь фотографий не рассматривал практически все горы черного цвета. Повторяю, практически все, но не все. Да и сам этот массив очень странно выглядит. Похож на огромный карьер. Посмотрите, какие интересные горные хребты в этом месте. Ну а теперь давайте посмотрим ту самую пирамиду, на которую мы в фотографии смотрели. Она, скорее всего, находится в другом месте. И фотографию не в том месте разместили. Давайте приблизим, я вам покажу, где я ее нашел. Вот в этом месте эта пирамидка находится. Вот так мы ее сверху можем рассмотреть. Плюс, как видите, здесь еще дополнительный бонус в виде фотографий. Может быть, конечно, фотографии делали с иллюминатора самолета, поэтому они такие не очень хорошего качества. Но все же лучше такие, чем ничего. Ну, рядом, как видите, еще что-то наподобие пирамиды можно увидеть. Но, к сожалению, здесь все засыпано снегом. И также, если более детально рассматривать, мы увидим то ли эти горы из блоков, то есть, вернее, пирамиды. И блоки эти, знаете, подразрушились. Ну, странная структура. Рядом что-то запикселизовали непонятно. Может быть, в этом месте какие-то пирамиды или, может быть, в строении. Неясно, для чего такую полосу низкого качества здесь разместили. Хотя слева и справа, как видим, фотографии спутниковые отличного качества. Вот здесь, если самый краешек понаблюдать, мы увидим что-то похожее на забор. Может быть, это и вправду забор, столбики какие-то стоят. Может быть, что-то природного характера, к сожалению, не ясно. Здесь то же самое. Может быть, конечно, это обычная пикселизация. Спорить не буду. Но очень интересно выглядит. Поэтому я решил с вами поделиться. Так, ну а мы давайте приподнимемся. Я кину взглядом свои метки и покажу вам, что тут еще интересного можно увидеть. Вот в этом месте находится взлетная полоса. Ее отчетливо видно по гугл-карте. Также можно рассмотреть и технику, и домики, которые находятся рядом с этой полосой. Как вы думаете, дорогие друзья, может ли эта база исследователей исследовать именно вот ту пирамиду? Вот здесь странная полоса, каменная. Не знаю, может быть, это ледник, только полосу оставил при сползании. Вполне возможно. Ну, посмотрите, какая она идеальная, какая она интересная. Также можно рассмотреть и дорогу, куда ездят наши исследователи после приземления на самолете. Вот здесь поворот. Дальше дорогу не так отчетливо видно, но все равно можно проследить, куда ездят наши исследователи. Я уже отметил меткой базу исследователей. Вот так она выглядит по спутникам фотография. Есть даже ссылочка на Википедию, что это за база. Кто английский понимает, может перевести и почитать. Так, ну а мы давайте еще парочку фотографий посмотрим. Да, вспомнил. Я когда создавал видеоролик на тему огромной шестеренки, которую обнаружили в Антарктиде. К сожалению, я уже не помню, где эту шестеренку обнаружил. Но я думаю, что это не шестеренка, а именно вот такая вот база, вот такой вот формы. Просто засыпано было снегом. И выглядело, как торчащий из снега огромный кусок шестеренки. Ну, как видите, это, скорее всего, обычная база. Да, огромное количество палаток, как видите. Исследователей здесь очень много. Что мне еще заинтересовало, так это сами горы. Посмотрите, как интересно они выглядят. Такое ощущение, как будто, знаете, огромной щеткой подмели их. Посмотрите, сколько полос. Или, может быть, не знаю, какой-то техникой их ровняли здесь. Именно вот в этом месте. Посмотрите, более отчетливо. Посмотрите, какие склоны интересные. Я думаю, невозможно же ветрами так, вот такие вот полосы создать. Да и рядом гора. Так же очень интересно выглядит. Так, ну а мы давайте приподнимемся, посмотрим, что тут еще интересного можно увидеть. Помимо пирамид и баз исследователей. Так, давайте опять по меточкам пробежимся. Вот в этом месте, в ущелье, обнаружил какие-то странные полосы. Не знаю, по крайней мере, на склейку это не похоже. А вот что это такое, к сожалению, я пока так и не понял, не разобрался. Вот как видите, где-то ее отчетливо видно, где-то она скрывается. И рядом с полосой еще один странный объект обнаружил. Из-под снега торчит. Интересно выглядит, не правда ли, дорогие друзья? Здесь что-то похожее есть. Я думаю, знаете, если бы они здесь давно находились, их бы давно снегом замело. А так, я думаю, эти объекты здесь появились совсем недавно. Такое ощущение, что сверху что-то упало. Интересно, что я могу сказать. Что это за объекты? Да, и таких полосочек практически в каждом ущелье. Вот здесь на склоне похожего можно обнаружить. Не знаю, может быть это правда дефект или брак склейки фотографий. Но как видите, здесь единая цельная фотография. Такие вот странные полосы. Да, и по поводу полос. Давайте я маленько отвлекусь от этого места. Покажу какой-то странный дефект, который я также обнаружил. Он уже ближе к центру. Вот здесь также странная полоса розового цвета. Также не ясно, то ли брак это, то ли еще что-то, то ли может и правда какая-нибудь взлетная полоса новая. Покрасили просто в розовый цвет, чтобы видать было. И размер этой полосы, знаете, не маленький. Давайте замерим. 63 километра, 64 даже. Представляете? Также хотелось услышать и ваше мнение. Что это может быть за полоса такая? Брак? Или она на самом деле существует? И зафиксирована вот таким вот спутником фотографиями. Рядом, как видите, несколько фотографий есть. Но не знаю, к месту они или нет. Как видимо, здесь что-то исследуют. Еще несколько фотографий. Но уже с китайской станции исследователей. По карте я ее не обнаружил. Только фотографии. Вот китайцы и до Антарктиды добрались. Так, ну а мы давайте вернемся к нашему горному массиву. Вот здесь уж совсем странную фотографию увидел. Как она затесалась в Антарктиде. Да и вообще, для чего эту машину сюда привезли. Очень необычно выглядит. Не правда ли, дорогие друзья? А также попрошу обратить внимание, на огромную мусорку из бочек. Даже Антарктиде и то умудряемся все засорить. Хотя вроде как запрещено. Там что-то создавать, какие-то заводы. Ну, как видите, огромное количество бочек. Также и на этом горном массиве. Вот такие у меня наблюдения, дорогие друзья, на сегодня. А на этом я хочу закончить этот видеоролик. Надеюсь, он вам понравился и был полезен. А на этом все. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok